Английский алфавит. В нём 26 букв. Из них 6 гласных и 20 согласных. Одна буква английского алфавита считается полугласной, полусогласной. Это буква Y. Она может передавать и гласные, и согласные звуки. Назовём буквы английского алфавита. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Словно клюшка буква J. Хоть сейчас играй в хоккей. K. L. M. N. O. P. Q. R. A. S. А если произнести их быстро друг за другом, получится R. S. Потому что буква A передаётся при звук R, если следом идёт гласный звук R. S. Червяк сквозь яблоко пролез, и получилась буква S. T. U. V. W. X. Y. Z. З. Американцы называют эту букву Z. Британцы Z. Посмотрите на цветочную поляну английских букв. Это самые простые в чтении английские буквы. Они передают только один звук. Буква D передаёт звук B, как в слове Bag sumka. Буква Д передаёт звук Д, как в слове Дак, утка. Буква Ф передаёт звук Ф, как в слове Фиш, рыба. Буква Х передаёт звук Х, лёгкий выдох, как в слове Хэт, шляпа. Буква Дж передаёт звук Дж, как в слове Джа, банка, стеклянная. Буква Л передаёт звук Л, как в слове Ламп, лампа. Буква М передаёт звук М, как в слове Маус, мышь. Очень интересна буква КЮ, потому что она нигде не встречается одна. Она всегда вместе с буквой Ю, это две подружки. И вместе они читаются КО. Сама буква КЮ, в принципе, передаёт звук К, но она одна не встречается. Итак, вместе КО, как в слове КУИН, королева. Буква Р передаёт звук Р, как в слове РОКЕТ, ракета. Буква В передаёт звук В, как в слове ВАЗ, ваза. И буква З передаёт звук З, как в слове ЗУ, зоопарк. Цветочки зелёненькие в чтении немножко сложнее. Давайте посмотрим на букву СИ. Она читается как С, когда стоит перед буквами И, АЙ, УВАЙ. Это И, И, АЙ, УВАЙ. Например, как в слове СИТИ, город. Во всех остальных случаях она читается как К, например, в слове КЭЙК, торт, пирожное. В сочетании букв СИКЕЙ она тоже передаёт звук К. Эти две буквы читаются как один звук К. Например, НИК, имя такое НИК. А в сочетании СИЭЙЧ, иногда бывает это, сочетание состоит из трёх букв ТИСИЭЙЧ. Она читается Ч, всё вместе это читается как Ч. ПИЧ, персик. Буква ДжИ, она похожа на неё тем, что перед И, АЙ, УВАЙ передаёт звук Дж, например, в слове ОРЕНДЖ, апельсин. А в остальных случаях читается как Г, например, ГЛАВ, перчатка. В сочетании Н, ДжИ читается как один звук. Это сочетание передаёт один звук. НОСОВЫЙ. СОН. ПЕСНЯ, например. СОН. Буква КЕЙ передаёт звук К, например, в слове КИТЕН, котёнок. Но в сочетании КЕЙ, Н, она перестаёт читаться. Эти две буквы вместе читаются как Н, например, НАЙФ, нож. Буква Н передаёт звук Н, например, в слове НАЙС, красивый, приятный. В сочетании Н, ДжИ передаёт звук ААА, например, в слове КЭН. Н, буква ПИ, передаёт звук П, как в слове ПЕН, ручка. Сочетание букв ПИ, ЭЙЧ даёт один звук Ф, как в слове ФОН, телефон. Буква С может читаться как З или С. После звонких согласных, между гласными и послегласных, она читается как З, например, РОУЗ, РОЗА. ПЕНЗ, ручки. После глухих согласных и в начале слова, она передаёт звук С, например, в слове СЕВЕН, СЕМ. Сочетание С, ЭЙЧ читается как звук Ш, например, ШИП, корабль. Буква ТИ передаёт звук Т, как в слове ТЕН, ДЕСЯТЬ. Сочетание ТИ, ЭЙЧ передаёт два звука, или звук З, или звук С, язычок между зубами, З, С. В служебных словах чаще З, например, в слове ЗС. В главных частях речи чаще С, например, в слове СРИ, ТРИ. В передаёт звук В, например, в слове ВИ, МЫ. Сочетание В, Р читается как один звук Р, например, в слове РОН, неверный, неправильный. Сочетание В, ЭЙЧ читается либо как У, либо как ХХ. Если после этого сочетания идёт буква ОУ, то оно читается как ХХ, например, ХУ. Если после сочетания В, Х, буква ОУ не идёт, то сочетание читается как В, например, в слове ВОТ, что, какой. И последняя буква ЭКС, она читается или как КС, или как ГЗ. В положении после ударения она читается как КС, например, БОКС, коробка. А в положении перед ударением она передаёт звук ГЗ, например, ЭКЗАМ, ЭКЗАМЕН. Далее идут самые высокие цветочки и самые сложные в чтении – гласные. Посмотрите, какое разнообразие и сколько у них лепесточков. Гласные в английском языке читаются по-разному в зависимости от типа слога. Есть четыре типа ударного слога – открытый, закрытый, третий и четвёртый. Открытый тип слога – это такой слог, который заканчивается на гласный. Бывает, что после гласного стоит согласный и немая буква И. Буква И на конце слова никогда не читается, если она не единственный гласный в слове. Такой слог тоже принято называть открытым. В открытом типе слога все гласные читаются, как в алфавите. Они называются в алфавите и также читаются в открытом типе слога. Эй, как Эй. Например, Кэйт. И на конце не читаем, а гласный читаем так, как он называется в алфавите. Кэйт. Имя Кэйт. Пит. Имя Пит. Гласный И читается, как И, а И на конце не читается. Ай и Увай читаются одинаково. Они как близнецы. Они читаются как Ай в открытом типе слога. Например, Майк. Ай. Майк. Имя Майк. А вот Увай. Бай. У около. Бай. Гласный ОУ называется в алфавите ОУ и читается, как ОУ. Например, Роуз. Имя Роза. И на конце не читается, немая И, а гласный читается, как в открытом слоге Роуз. Гласный Ю называется Ю и читается так в открытом типе слога, как Ю. Сьюзан. Имя Сузан. В закрытом слоге всегласные читаются кратко и по-другому. Закрытый слог заканчивается на согласный. Гласный Эй в закрытом слоге читается, как Э. Пэт. Имя Пэт. Гласный И в закрытом слоге читается тоже, как Э, но более закрытое Э. Бэн. Бэн. Имя Бэн. Гласный Ай и Увай опять. Братья-близнецы читаются одинаково и передают звук И. Эти буквы передают звук И. Например, Ник, имя Ник. Си-Кэй сочетание дает один звук К. А теперь Увай сразу. Увай в закрытом слоге. Вот. Сид. Сид. Имя Сид. Увай в закрытом слоге передает звук О. Том. Том. Имя Том. А буква Ю в закрытом слоге читается, как А. Слово. Мам. Мам. Мама. Третий тип слога – это гласный плюс буква А, а за ней уже ничего не стоит, например, конец слова, или какой-нибудь согласный. В третьем типе слога всегласные читаются длинно-протяжно, причем отличаются чтения только буквы А и О, а остальные читаются одинаково, как Э. Посмотрим сначала на букву Эй. Посмотрите. Гласный Эй. За ним буква А, а за ней согласный. Вот это третий тип. Эй плюс А передают один долгий звук. А. Получается МАК. Марк – имя. МАК. Оу тоже. Посмотрите. Оу передает звук А. У и А буквы читаются длинно. О. Номан. Номан. Теперь посмотрим. Буквы И, Ай, У, Вай и Ю в третьем типе слога читаются одинаково. Э. Э. Посмотрим на И. В третьем типе слога вот. Бёрд. Бёрд. Это такое имя. Бёрд. Берт. Ай. В третьем типе слога. Бёрд. Бёрд. Птица. Бёрд. Ю в третьем типе слога. Вот. Фё. Фё. Мех. У, Вай в третьем типе слога. Вот. Мёрд. 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 В четвёртом типе слога за гласным идёт буква А. А за ней гласный. Это четвёртый тип слога. Гласные читаются сложными дифтонгическими звуками. Эй в четвёртом типе слога. Посмотрите, к загласным идёт р и гласный и. И всё это читается вместе как эр, клэр, клэр, имя клэр. И в четвёртом типе слога читается как эр. Вот эр, а эр, всё это вместе эр. Хиа, хиа, здесь. Ай передаёт звук ая. Вот гласный, а и гласный. Получается ая, фая, фая. Оу в четвёртом типе слога передаёт долгий звук аа. Вот гласный о, а, и. Получается ма, ма, больше. Ю в четвёртом типе слога читается как юр, пьюр, пьюр, чистый, пьюр, чистейший. Уай в четвёртом типе слога читается как ая, точно так же, как и буква ай. Тая, тая, шина. Тая. Помимо типов слогов, у гласных есть сочетание гласных и гласных с согласными. Не будем говорить обо всех из них, только о самых распространённых. Эй плюс две эл. Всё вместе получится ол. Например, бол. Этот лепесточек говорит нам о том, что и на конце слов не читается, если это не единственный гласный в слове. Кайт. Сочетание двух и или и-эй читаются как долгий и. Три. Си. Сочетание двух оу даёт или долгий звук у, или краткий звук у. Если после двух оу идёт буква кей, то кратко. Бук. Во всех остальных случаях длинна у, пул. Есть, конечно, исключения, но исключения мы сейчас не обговариваем. Буква у вай. Поскольку она полугласный, полусогласный, она даёт и согласный звук. Она читается и в начале слова. Например, ес. На конце слов, если она в безударном положении, её нужно читать как и. Тайди. Вот и все основные правила чтения английского языка. Вот и все правила чтения на сегодня. До свидания.